Сегодня Карачаево-Черкесский региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России в время возможностей объединил соискателей и работодателей из разных отраслей экономики. Мероприятие состоялось во Дворце культуры города Черкесска. Гостями ярмарки стали не только безработные, но и те, кто хочет сменить место работы, а также выпускники колледжа и старшеклассники. Какие их вакансии лидировали на ярмарке и какой размер оплаты труда могут рассчитывать потенциальные кандидаты, об этом узнавала Альбина Ламкова. Уже со Дворца культуры Черкесска развернулись информационные стенды. Они предназначались для старшеклассников. В них содержалась информация об учебной базе республики. Акцент был сделан по наиболее востребованным специалистам в регионе профессии. Еще до официального открытия у некоторых стендов и павильонов, где представлены крупные предприятия республики, успели вырасти очереди. Денислав Чачаев в начале жизненного пути, несмотря на свой возраст, понимает, что легких денег не бывает. Учится в лицее на электротехнике и уже хочет устроиться на работу. Готов обучаться любому делу. Мне сказали, что тут можно приобрести вакансию какую-нибудь, узнать обо всем, что-то как. Я пришел сюда, чтобы найти себе работу. Ну, по электротехнической части особенно. Я нашел вакансию. Без опыта можно. Без опыта работы 30 тысяч в месяц. Не знаю, пока что понравилось. Дениславу предложили работу в Рубском горно-обогатительном комбинате. 30 тысяч рублей – это старт. Причем как в вакансиях, так и по зарплате с большими доходами. Компания занимает одно из лидирующих мест. Вакансии представлены как для проживающих постоянно в Рубском районе, так и для желающих работать вахтовым методом. Средняя заработная плата представляет от 50 до 150-160 тысяч рублей в зависимости от категории, квалификации, направления, специализации и так далее. На региональном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства работы России «Время возможностей» можно было найти работу как без опыта работы, так и тем, кто имеют за плечами не один десяток лет трудового стажа. Одно из старинных предприятий «Черкесска Холодмаш» тоже принял участие в ярмарке. Планируется восстановить литейное производство. И уже нашли опытного специалиста в лице Юрия Зайчука. За его плечами 42 года работы инженера-литейщика. Работал и мастером, и технологом, и начальником смены работал в свое время. А сейчас сложно вообще найти работу? Ну, смотря что искать. И то, что предлагают сейчас зарплаты, не очень. В основном везде идет минималка. А зарплата какая? Ну, обещают от 30. Вас устраивает? Ну, пока да. Для всех гостей была предоставлена обширная информационно-консультационная программа. Соискатели получили возможность встретиться и пообщаться с широким кругом работодателей. От имени главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова всех участников ярмарки приветствовала заместителя председателя правительства республики Ирина Гербекова. Она напомнила, что этот год объявлен Годом промышленности. И в этом направлении тоже была представлена информация. В ближайшее время начнет свою работу фонд поддержки ветеранов СВО. Те наши защитники Отечества, которые сегодня там находятся, которые уже вернулись, будут тоже поддержаны большой государственной программой. Они сами, их семьи. Список участников работодателей вообще был впечатляющим. Около 30 предприятий были представлены вакансии в различных отраслях экономики, промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, торговле, а также в сфере туризма и здравоохранения. Была организована зона для работы с посетителями мероприятия, вплоть до концертной программы, что обеспечило всем гостям ярмарки праздничное настроение. Вакансии предлагаются абсолютно разные, хотя лидируют предложения трудоустройства в отрасли сельского хозяйства и промышленности. Больше всего требуются квалифицированные рабочие. Требования к ним предъявляются тоже разные, в зависимости от специализации. Альбина Ламкова, Алий Бастанов, Вести, Корчаева, Черкесия.